Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Родительская забота и любовь. Кто в лидерах? А также позиции Белоруссии, время электрокаров и свет для всех. Белая снаращивает объемы электроэнергии, о чем говорят прогнозы. Президент направился с рабочим визитом в Кыргызстан. В пятницу Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Белорусский лидер представит позицию, а также предложение нашей республики по актуальным вопросам взаимодействия. Проведет двусторонние встречи со своими коллегами. После чего будут приняты совместные заявления и пройдет обсуждение по внесению необходимых изменений в правовые акты организации. С любовью в сердце. Председатель Бобруйского горсполкома провел торжественный прием в рамках родительской недели. Все три драмы и комедии чествовали девять семей. Для счастливых мам и пап – теплые слова, творческие номера, цветы и подарки. А главное – комфортные условия для воспитания подрастающего поколения. А самым ценным – Елизавета Липеева. Добрая и славная традиция. На торжественном приеме у председателя Бобруйского горсполкома для счастливых семей устраивают настоящий праздник. В насыщенной программе – танцевальные и музыкальные сюрпризы, сладкие угощения, приятные беседы. В адрес мам и пап – самые теплые пожелания и искренние слова благодарности. Доспоченная семья – действительно это отрадно. Детки наши все одаренные. А это заслуга мамы и папы. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия, мирного неба. Дома – незаботливые родители, на работе – ценные сотрудники. Супер-мамы и папы успешно совмещают и карьеру, и семью. Среди приглашенных – представители разных профессий, которые прославляют город и воспитывают достойное поколение. Всего девять семей. Нам уделяется так много внимания. И создается праздничная атмосфера и настроение для всех мам, пап. А такие приемы позволяют нам, семьям нашего города, познакомиться друг с другом, посмотреть, какие у нас удивительные дети. В сердцах родителей океан светлой любви, которая окрыляет каждого человека на протяжении всей жизни. Во время приема юные бобручане своими руками создают памятные подарки и вручают их самым важным людям. У меня есть мама и папа. Они лучше праздники для нас готовят, дарят нам что-нибудь на день рождения и возят в поездки всякие. Мы воспитываем троих сыновей, вкладываем, конечно, много в них времени, сил. Быть мамой – это, конечно, трудно. И быть мамой – это 24 на 7 круглый год, без выходных. Сохранение семейных ценностей в приоритете государства. В Бобруйске поддерживают каждого, кто, не жалея сил, вкладывает всю душу в воспитание детей, в будущее нашей страны. И только от труда родителей зависит, насколько светлым оно будет. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Карьера на пенсии. Бобруйские оперативники в сфере нравов прикрыли аморальный бизнес. 62-летняя горожанка в собственной квартире организовала порно-студию. Для съемок женщина приглашала знакомых и сама принимала активное участие в процессе. Ролики распространяла на тематическом сайте. При обыске обнаружена компьютерная техника, фото- и видеоаппаратура, соответствующие декорации и реквизит. К слову, задержанная ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Прожиточный минимум, возможные неудобства и новые сорта. В Беларуси продолжают уборку картофеля. Сколько планируют собрать? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси увеличат бюджет прожиточного минимума на 8%. Это связано с изменением базового набора продуктов, который учитывается при его расчете. Перемены вступят в силу в феврале 2024-го. Корзины питания составлены с учетом увеличения потребления наиболее ценного продовольствия – крупы, овощи, фрукты. Нововведения коснутся более полутора миллиона человек. За 2023-й БелАЭС даст почти четверть от общего объема энергии в стране. По предварительным подсчетам, с вводом второго энергоблока станция будет ежегодно вырабатывать около 18,5 миллиардов киловатт-часов. Это покроет более 40% внутренних потребностей в электроэнергии. С момента включения первого было выработано свыше 20 миллиардов. Сельхозорганизации Беларуси соберут более миллиона тонн картофеля в 2023-м. Сейчас в хранилищах свыше 680 тысяч тонн. Самыми популярными сортами стали «Галла», «Скарп» и «Манифест». Будет обеспечен не только внутренний рынок. Треть собранного урожая пойдет на экспорт. Селекционеры продолжают разработку узкопрофильных видов. В Беларуси в ночь на 13 октября могут не работать пластиковые карты. О возможных неудобствах предупреждает Банковский процессинговый центр. Причина – проведение технологических работ для обеспечения выполнения требований международных платежных систем. Кратковременные перерывы в обслуживании будут с 3.20 до 6.30 утра. В Республике появится новая сеть электрозарядных станций «Скат». До конца года планируется выпустить 15 пунктов. В дальнейшем производство ежегодно будет достигать около 100. Время питания транспорта от 40 минут до 8 часов в зависимости от комплектации и мощности. Сейчас по всей стране установлено 660 мест для заряда электромашин. Есть вопрос, дадут ответ. В Бобруйске работают диспетчерские службы по вопросам отопления. Если не греют батареи или возникли сбои в подаче тепла, необходимо обратиться в ЖУ по месту жительства. Позвонить можно по номерам телефонов, которые указаны на вашем экране. Первым делом, напомним, потеплело в соцучреждениях и затем в жилфонде. Дальше на очереди административные здания. Со следующей недели столбик термометра максимально покажет плюс 9. Трехочковый бросок. В медицинском колледже прошли городские соревнования по баскетболу. В борьбе за звание лучшей командой девушки выкладывались по полной. Показывали достойную спортивную подготовку, демонстрировали выносливость тела и духа. Накануне отношения на спортивной площадке выясняли юноши. Победили представители автотранспортного колледжа. Соревнования первенства городской спорта по баскетболу среди девушек между учащимися средних специальных технических заведений. Участвуют у нас 6 команд по круговой системе. В этом соревновании лучше всех оказалась команда Аграрно-экономического колледжа. Победителям грамота и место в таблице. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова